...поддержки в данном пике исключительно, ну, дизейблить, инициировать и поддерживать свою команду в тимфайтах. А дэмэдж есть кому наносить? Лишь рак в ресталбэк? Так. Транкилл, Фоботса! Как вольно! Слушай, 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 Дэнди! Ай-яй-яй! Вот это поворот! Фоботса хочет делать килл, конечно же. Ага, обалдеть, как же неприятно, но Соларенька он себе сделал. Ты об одном, я в другом, но оба момента были достаточно эпичными, я смотрю, что Фаник своровал Транкилл тапки у соперника, да? Да, он Транкилл и стырил снизу, просто эпик какой-то, я не знаю, что меня потянуло в этот момент на эту карту навести, но это просто забей. Жесть. Ну, прикинь, сейчас бы ты это не узнала, и мы бы тут гадали, куда делись Транкилл тапки. Ну, хотя, теоретически, конечно, можно понять, что... Тысячу голды, боже! Потерял, да. Тысячу голды, как же обиды сейчас Фобосу. Эх, он ворюга. Как он просел в Нетворсе, да? Сразу, серьезно. Можно демонстративно выложить и подобрать еще раз, например. Сломать. Попоимить своего противника. Ну, как говоря. Да, он выложил... Такой... Вдруг работать начнут, мало ли. Бак какой-то сработает. Транкилло начнут регенить. Так, тем временем, SF-чик фармит стаки, которые, сути по всему, делал для него виспиара. Дэнди доволен. Ну, против Бристеллбека, в принципе, стоять довольно-таки в SF-ам несложно. А если тебе еще и там стакают что-то, то вдвойне. Приятненько, приятненько. Артстайл третий левел себе поднял. На подстраховке ухвостал. Ну, один раз, правда, уже подстраховать не удалось, но все же. Они там, я так понимаю, тоже фраг сделали. Да, если бы еще не эта ситуация с Транквиллами, я бы с уверенностью сказал, что команда Virtus.pro лидирует сейчас, выигрывая свои лейны. В миде, конечно, год там подставился и погиб. Он хотел забрать Шедоу Финда, но грамотный телепорт от Санейка позволил Дэнди пережить своего соперника и, более того, даже сделать фраг. К тому же Дэнди начинает фармить леса, и на Творс у него, ну, больше исключительно вот из-за этих вот моментов. Ошибка года в какой-то степени, и плюс застаканные леса. То есть, помню, это удобно делать. Хорошо то, что Санейка переместился с топа, потому что, ну, в миде вот на центре карты он сейчас в разы полезней. Из-за того, что он может много стакать, ему стакать надо не только Шедоу Финду, но еще и Сенткингу желательно. Да? Угу. Санейка оформляет очередной стак на сильной точке. Не знаю, получится ли у него застакать, не получается. Слишком поздно он дал тычку, тем временем поймали Фаника, полетел корабль, корабль мимо, но Фаник никуда. Отдай Транквилы же. Ох, пошел, отдал Саршану. Да. Неприятненько. Фаник, конечно, в этой каточке разводит все и вся. Отыгрывает шикарно. Транквилы сам тоже делает Фаник. На каждую клишню по Транквил Тапку. Ну, не напасется тогда, конечно, этих Транквил. Если только не продолжат воровать у Кунки. Ну что ж, это шанс для Кунки. Нет, он все равно будет Транквилы делать. Ну, уже как бы, да, в другой бутс выходить. Ну, в принципе, там разница между Транквилами и какими-то другими бутсами не такая вообще большая, но... Суларинг Транквилы. Для Шедуфин, да? Так, проблема. Мы релокейт на топе. Взяли Билли Дана. Эпицент раскастован. Но под Тавр здесь не хотят. Дэнди Моно очень жестко продамажили. Но тут со стиков останавливает себе ХП с Анейкой. И, конечно же, Дэнди Моно. Соло Сапшн. Тычка. И эта тычка должна была пойти и убить. Она пойти и сейчас даже долетит. Или она долетела, но не убила. Ну, все равно, хилился с бутыля, так что неважно. Девять стиков форс-стайла. Но он не жмет их. Понимает, что не выживет. Зажмут здесь, возможно, и Фанника, иксмарочка. На подкоп нету маны. Не сможет уйти от Торрента. Прячется в песок. У Кунки. Седьмой левел. Подкопал. Шарики там продамажили. Торрент. Нет, это корабль плюс Марка. Все-таки без шансов. Для Санейка. Санейка на виске. Табненько, конечно, такого. Ну, не видели. Хаотичная драка, конечно, получилась. В это время все Дензи фармил. И продолжает у нас хвост. Какие-то артефакты получать, подфармливать. Сейчас старается на Shadow Fiendag быстро вывозить Мекку. Но если ты уже приобретаешь Мидас, то, на мой взгляд, Мекку как делать, наверное, не будет. Дензи здесь. Ну, да, по всей логике не должен. Потому что какой смысл? Учитывая, что у Гирокоптера сейчас с фармом все не так хорошо, то в ближайшее время пушить никто не пойдет. От этой Мекки пользы будет не так много. Ну, как ни странно, но в основном Мека берется как раз-таки для того, чтобы агрессивно играть этим АСФом, нападать на своего врага. Если ты будешь там фармить, то смысл от этой Мекки тебя не будет рядом с тиммейтами. Попытаться сыграть в Сильвер Эдж. Как минимум один-то Сильвер Эдж на команду нужен. Либо на Гирокоптере, либо на Shadow Fiendag. Релакей делают на боссе от гнави. Там они нападают на Лила, который оказался очень далеко. Но за счет слушай игры в щил, он слушай, он уходит. Что самое забавное. А тут подошли остальные игроки команды Virtus.Pro. Фаник понимает, что пахнет жареным. Уходит. Торрент. Не попадает Фаник. Но Фаник зачем-то развернулся. Исмарка плюс Лизраф. Одновременно. Стоун форма. Есть смык. Стоун формы нету. Но с Фаником и так разобрались. Мекку все-таки купил СФ. Слушайте, Мекку. Ну, он, кстати, у нас много бежек купил с Мекка. То есть тут... Как обычно. Как будто бы... Как будто изменации не было. Да-да-да. То есть он не просел по таймингу Мекки. И это очень круто, хотелось бы отметить. Я думал, что Мекку покупать будет бессмысленно. Потому что он, типа, купил Медас. И ты купишь эту Мекку, там, минутки к 17. А зачем тебе это, если ты можешь с Медасом фармить? Но Дэнди показывает нам, что можно и вот таким вот образом быстро приобретать Мекку. Пока он ее не скастил нигде. Пока он не был ей полезен. Этой Меккой, скажем так, для своей команды. Но в перспективе, я думаю, что Дэнди сможет где-то там подраться лишний раз вместе с Релокейтом, с каким-то кулдауном. У Нави хорошая драка на раннем левеле. Много станов, много дизейблов. Вообще, что происходит на карте у нас? По Нетворсу Нави должны лидировать. Да, 4 тысячи золота у них. Экспы тоже примерно 4 тысячи. Урны есть у Виспа. 7-й левел. Как там поживают саппорты команды Virtus.pro. Тоже тут 7-й левел у Висаджа. И 5-й левел у Shadow Земла, что не очень хорошо. Ему нужно пурдж поскорее взять, чтобы удобнее было гангать, чтобы удобнее было кайтить всяких гирокоптеров. И команда Нави провардила на боте. Там, над Рошаном, на таренку впадает хвост. Икс марочка, плюс корабль. Его ничем не спасти, если только у него с писсурой. У вас, да, получается слишком много урона. Хвост-то разорвали. Релокейт был немножечко несвоевременный. Мекку Денди скастить своего мутимейта не успел. Но сейчас его Виспу лечит очень жестко. Мекку Денди кастует. Переживает весь оставшийся прокаст Virtus.pro. Зовп, кстати говоря, не осталось уже. А то тут и маны Аркстайл, это Теха Слэм. Плюс Рекю Масол, склонно урона. Фартица Фанник дает подкопчик. И на развороте сыграли Virtus.pro. Непонятно, почему они вообще продолжали эту драку. У них не было уже ничего. То есть они потеряли много ресурсов, отдали много маны. Убивая, или вообще даже не то, что убивая, а коце Денди. Которого, по сути, на коце ты не получил. Из-за того, что Виспу его залечил, и у него мека есть. И они попреждают, что там оставались. Игры начинают уже, конечно, плотно отдавать. 5000 золота, 5000 экспы за 14 минут. Это очень жестко. Учитывая, что у Virtus.pro как раз-таки пик рассчитанный на то, чтобы давить противника на этой самой ранней стадии, то они вдвойне проседают. Сейчас вот Гирич себе какой-то БКБ завершит. Или я не знаю, что это с Инжа, может быть. Вот, у SF-чика слишком лютый NetWars, 8000. Нави, в принципе, могут собраться вместе за счет Даггера. С Инкинга и УЗ проводят хорошие даже мастфайты. Мастфайты и убивают пока Гиро Коптера. Одного под ВП. Могут бегать, ловить по одному, убивать. Но если они мастфайты будут проигрывать на такой стадии, то это уже пиши пропало. Им надо их обязательно выигрывать. Они должны доминировать такими персонажами на протяжении всей игры, если хотят победить фаник. Зашел очень неплохо с офицентра, но в него тут тоже зашли очень неплохо в ответ с корабля. И он отпалился. Корабль очень хорошо забафал и должен умереть визаж. Там урна на нем висела. Даже гла. Тут еще и висп. Висп, походу, прилетел. Как раз-таки повесил эту урну. Вот обратно не улетел. Улетел уже. Таверну. Да, вышло не очень хорошо. Шэдофинд обгоняет соперника на 3000 золота. Это очень много. Но пока у него нету слотов. Только Мека и Мидас. Как бы пользы-то от этих 3000 не шибко много. Пока что. Пока что. Но в перспективе СФ оторвется серьезно. Вангуарду вристалбек. И вот как раз-таки год под парнем в стаке, забрав немножечко, получив часть ассистов. Или он даже там убил виспа. То есть он даже фраг получил за героев Нави. Блинкдагер у СФ. Кстати, тоже такая сборка, которую редко можно увидеть на Шэдофинде. То есть и Блинкдагер, и Мекку. Кто-то делает Юл плюс Блинкдагер. Кто-то делает только Мекку. В сочетании эти артефакты увидеть можно очень редко. Но Дэнди здесь их делает. Потому что у его пика, ну, во-первых, ему будет хватать дэмэджа за счет гирокоптера, который теоретически должен нафармить. Плюс магический прокаст очень серьезный. И жесткая инициация. За счет этого реально можно врываться с Блинкара, скастовывать ульты. Ну, только Блэкин Бар, наверное, нужно приобрести. Потому что тебя спрячут за дизрабшеном. Ну, в общем, спрячет Юл, может, какой-то там у Лишака в перспективе появится. А может, и у Кунки Юл появится. Я не знаю, что он захочет делать в этой игре. После того, как купит барабаны, Транхилл Тапки и Солу Рим. Да, началась какая-то поплава. Поймали Панника. Паник стрелял. Ну, у него есть Бороустрайк. Правда, он какой-то кривой Бороустрайк дал. Не на весь рейндж, который можно было бы заюзать. И Зайца даст, и в итоге этот фейл Панику довольно дорого стоил. Ну, чего ж ты так, Паник? Чего же? Дал бы просто хотя бы вот сюда уже Бороустрайк и убежал бы тут элементарно. Но что-то как-то не докопал. Ну, ладно. Сведем это на то, что он тоже устал. Время уже позднее. Даже по европейскому времени уже 2.15. В такое время можно просто папочки какие-то на расслабоне катать. Но никак не официальные матчи, да еще и на лане. Когда ты дома сидишь в онлайне, можно еще катать. Потому что там пошел, кофеечком заправился. Что-то там поделал. Не знаю, в перерыве передохнул немного. И можно катать. А вот когда ты на лане, там подобное мероприятие в такое время проводить не очень круто. Это мы говорим. Камень в огород организаторов. Вроде как все четко делали-делали. Все было хорошо с технической стороны. Но вот с расписанием они, конечно, облажались очень жестко. Это я говорю, это еще им повезло. То есть это при самых лучших раскладах. Потому что первые по три матчи, два, длились буквально там по чуть-чуть. В итоге перерывы были первые 40 минут, второй 50, да? Ну, приблизительно так и было. Если бы все БУ-3 у нас игрались по три карты каждой. И катчики были там 40-50 минут. То мы бы уже комментировали часов в 5 ночи, скорее всего. Да, либо перенести бы на завтра. Как вариант. Ну, потому что игроки бы тупо отказывались играть в такое время суток. Слушай, им на следующий день еще катать два БУ-5 матча сделали. Либо на следующий день перенесли бы эти матчи и финальные матчи сделали БУ-3. Лишь, организаторам пришлось бы что-то придумывать. Ну, как на КПИ-капе никто свет не отключит. Так понимаю, никто никого не выгонит. Команды. Поэтому все нормально. Последнюю каточку сейчас отыграют. 9-10 тем временем преимущество в 5 золота 5000 экспы не увеличивается со стороны Na'Vi. Оно, в принципе, им не сильно и важно. Главное, чтобы это преимущество не отыгрывали Virtus.Pro. Ну, главное для Na'Vi, естественно. А сами же ВП должны понимать, что если доминацию не захватить, не переломить ход игры сейчас, то потом это будет сделать в разы сложней. SF, Герокоптер под бафом Виспа, да еще и два врывающихся персонажа таких к Сенткинг с Шейкером. Это пипец как жестко. И сейчас на На'Vi хотят. На'Vi хотят. Шейкер очек там видит, любого сразу может вырваться свободно. Ильдан понял, что с похлажаренным. Извлекает свой прокат. Ну вот, отсутствие ПКБ на хвосте, конечно, решает. Но здесь есть под сейв. Шейкер врывается с Эхо Слэма. Нужен врыв от Сенткинга. Сенткинг там уже ворвался. Оказывается, в кого-то убили Шеттл Девона. Да, вот именно в СД он ворвался и убил его. Подкоп по троим. Боже, какой шикарный. Ну и здесь, конечно же, Герокоптер все это дело закидывает кулдауном. Разорвали троих. Четвертый на подходе. Лешерока убили. Тут Вирту СПР тоже не лыком шит и троих убивают. И очередной Бороу Страйк уже по двоим оставшимся. Тычка, тычка, рейс, тычка. И SF оформляет даблкил. У нас Лешерочок, я так понимаю, воскресился уже после смерти. Он должен был умереть, по идее. Да, если я убил Лешерка, он же просто воскрес. Неужели он хочет кого-то здесь подзабрить? Или просто похоже, что будет фармить? Очень серьезная драка у нас получилась. Из которой Нави, конечно же, вышли победителями. Потому что они сделали минус пять. Тяжело драться с тем пиком, который есть у Нави сейчас. Если ты не инициируешь в них первый. Если они вот так вот забегают в смолки. И то вообще в действительности все могло получиться намного хуже. Потому что фамильеры... Ну, там, спалился Смоук. Висэдж заревилил Смоук. Фамильеры дали Вижен какой-то. Увидели там Герокоптер. Стало понятно, что соперник... Потому что подкоп очень сильно зарешал. Который был очень жестко заюзан. Да, в троих там фаник копнули. Четверых даже, я уже не помню. Вначале весь Эпицентр всадил в одного Шадоу Демона. Который я даже не видел. Этот Эпицентр под СД умер. Вот. А потом исправился своим подкопом. Который был по-троим. Считай, ревейдж побахнул. Поэтому нормально. И фаник свое отрабатывает. Форс приобретает. Будет ему теперь еще проще. Сия появляется у Гирича. Ну, ему, конечно, необходимо. Просто в жизни необходимо купить БКБ. Надо с посту. Очень-очень надо. Против такого количества ДПСа. Магического. Там Лишрак. Там Визаж своими с улл-самшинами. Набревает очень больно. И особенно под субкетчером. Если, не дай бог, все это еще заходит. То вообще, пиши, пропало. Пользуясь отсутствием ультимейтов. В Virtus.pro зашли на Рошана. И с легкостью его забрали. Солар Кресту. Визаж же. Он теперь реально будет неплохо наяривать. Как там у Кунки дела? Кунка решил сделать Владмир. На команду. Собирает айтемы. Фобос исключительно. Сейчас будет попытки подцепить Дензи. Но Дензи подцепить уже будет тяжело. В этой игре у него блэкингбар 10-секундный. Пока что. Но может быть артстайла как-то. Артстайл отблинкивается. Фобос никого не может найти. Фобосу, кстати, самому бы Даггер не помешал. Вот у Virtus.pro страдает инициация. Из-за того, что нету какого-то героя. Который может прыгнуть. Задизейблить. И зацепить. Реально серьезно. У Na'Vi таких фиксаторов два. Это Сэнд Кинг и Шейкер? Да. Причем Шейкер и Сэнд Кингу очень приятно. То, что Шейкер первый может прыгать иницировать. А ему потом с эпицентра как-то врываться. Выбрав удобный момент. Бежит, бежит, бежит этот. Скорпиончик. Увидел сразу же моментальная реакция. Там еще удалось даже легкую точку застакать. Что самое смешное. Так случайным образом. Илитан заходит очень нагло. Но он знает, что у него есть айгис. Поэтому ему можно так делать. Будут ломать Т1 вышку в Вирту Спрос сейчас. Они очень сильны в тимфайте. На самом деле. Но если они опять-таки поймают колдаун плюс фиссуру плюс подкоп. То пережить драку не получится. Сэнд Кинг сплетует вместе с Дэнди. Вместе с Шедл Финдом на боте. И команда Вирту Спрос не спешит туда идти дефать. Они забирают Санейка. Да, Санейка лопнул просто в секунду. У тебя партия Сэнд Кинг. Сэнд Кинг подликивается. Сэнд Кинг посадили Шейкер. Она чуть-чуть не особо. Сэнд Кинг в позиции. Но как-то все бегают туда-сюда. Ну и без виспа наверное не хотят Нави драться естественно. Нави в принципе особо не надо торопиться в этой каточке. Несмотря на то, что они даже лидируют. Им не нужно особо инициировать все-таки лишь рычок на такой стадии. Тем более с Аегисом. Он очень силен. Очень силен, потому что отсутствует у Гирокоптера БКБ. Лешироку... Ой, Сэфу-то пофиг на этого Леширока. Вот Гирокоптеру не пофиг. Поэтому надо, надо БКБ. И тогда все будет норм. Магический прокаст у Виртус Про реально очень сильный. То есть если ты попадаешь там под Дизрапшн, Кетчер, Пурш и в тебя летят станы, Ассамшн, то пережить подобное... Ну, даже Шэдоу Финк не сможет, если БКБ не прожмет, но для этого ему Блэкинг Бар и нужен. Плюс у него блинг имеется, ему не обязательно стоять впереди там всей планеты, чтобы хорошо утонуть и раздавать дэмэдж. Он, если что, сможет войти впоследствии после инициации Сэмпкингов Шейкеров, где остальных там героев после релокейта. Может быть, на Элидана пытаются напасть. Сейчас закопает в итоге Фобоса. Пошел пока Гирокоптера. Фобосу плохо. Фобосу ничего не успевает скастить. Фанника забирает. Фанник контует форс-панк уходит. Точнее, юзает форс-панк уходит. Санэйка притеклась к Скорпиону и старается его оверчарнел как-то сделать более плотным. Он, кстати, время разбирает год. Отличная фиссура Тарстайла. Не дать угоду. Вообще зажали там крипы. Сэмпкинг расконтуруется. Такая растянутая драка для Virtus.pro. И они просто салат проигрывают. Элидан на последних там скитах дает какие-то нюхи. Но один он тут уже ничего сделать не сможет. Они его навалятся и убьют. Тут вроде бы как есть лил. Но этого будет слишком мало. Да, да. Дэнди разваливает кабинеты направо-налево. Не зря. Он столько нетворца поднял. Виспай там на каких-то копеечках выживает. И тем самым тоже как бы продолжает бафить свою команду. Ну, Na'Vi выигрывает файт. Причем очень плотно. Но на каких-то копеечках. SF еле выжил. Висп еле выжил. Если бы эти два товарища погибли. Картина была бы уже не настолько яркой. А Гирокоптер... Ну, Гирокоптер он в принципе почти фуловый остался. Как ни странно. И БКБшку он сейчас свое доделает. И вот с появлением БКБ у Гирокоптера Файты проводить будет еще проще. Так как тогда Виспу будет Ну, не так сложно Думать, кого же сейвить. Кого же сейвить. И он там может вообще чуть ли не полдраки Стоять где-то сзади. Ждать, пока БКБ кончится. Пока там половина нюков будет прокастована Виртус Про. А уж потом только вступать в бой. Сейвить, спасать. Сейвить, спасать. Сейвить, хилить и так далее. Артстайл хорошо сыграл В предыдущей драке. Он дал классную фиссуру. Если бы он Не отгородил Гирокоптера от Бристлбека Наверняка Александр Юрьевич Провелся бы отдыхать. Ну и вообще Этот тимфайт был изначально Провален командой Виртус Про. Потому что Кунка Ничего не успел скасить. Он погиб. И Ни тарент, ни корабль. Даже если бы он этот корабль запустил И бапом попал тиммейтам. Уже было бы как-то Ну, неплохо. Он ничего не смог скастить. Я уже не говорю о том, что этим кораблем Можно было задизейблить кого-то. Тут у нас уже БКБшки Десятисекундная у Гирокоптера И девятисекундная у Шэдоу Финда. Еще у Финда Три с половиной тысячи золота. Он сейчас начнет покупать Всякие споты Типа Скади Типа Может быть даже Нет, Санчельяши, наверное, не будет покупать. А вот Все-таки Сильверэйдж Кстати, я говорил о том, что Можно Сильверэйдж было бы купить. Хвост может разобрать Санчельяши на Сильверэйдж Манту Но Что-то мне просказывает, что Не увидим Да, мы здесь Потому что там уже БКБшка есть Все, он прожимает ее И все, как бы Поэтому такое Сильверэйдж уже на такой стадии Не сильно работает Вот в той каточке Он бы зашел нормально Если бы сразу был Сильверэйдж Вместо Другого шмота Но там Нави все равно выиграли Так что Не важно Он даже просто по игре Был гораздо лучше, чем БКБ Потому что Острые необходимости в этом БКБ не было И эта игра уже прошла Ее, сказать, смысла нет 19.5 Нави вроде как лидирует По XP золоту Лейт потенциал у них вроде выше Ну, конечно, лишь рачок там в лейте С хорошими шмотками Тоже очень жесткий Визаж От Лила В затяжной каточке Я думаю, тоже Даст прикурить, да Еще как Потому что сейчас у него уже аганим скоро Буквально через тысячу Через тысячу Ничего там в курении нет Да, через тысячу аганим Если Нави дадут ему сделать этот аганим То я не Как бы это Не завидую СФчику Вот у него полторы тысячи хп Да, есть мека Но фамильяры Под крестом С Солар крестом Просто разрывают кабинеты Очень быстро И очень качественно А с фамильярчиками Сложно что-либо делать в замете Тебе нет фамильяров Тебе нужно как-то с остальными разбираться Так, ну вот такое А, ну да Видишь, Висп всегда Который подсейвит Хорошо нормально Дальше фобус будет сделать БКБ скорее всего Так, подкопали ФНГ Прыгает Тензи За пару тычек Набивает Фессура на Элитана Приземляется Сразу прижимает БКБ Но здесь тоже два ответных БКБ В итоге Элитан вынужден нажать ТПА За счет бафа корабля Ему легко это удается сделать С офицентра врыв на года-году Очень больно Пытается наваливать по лицу БКБ он прожал, но уже поздновато Его тупо развалили с руки Под замедлением диким Подкоп налило Песочки С руки тоже очень больно Лил нереально долго живет Это вот все Солар Крест Эти миссы и все такое Тут уже никуда не денешься Подняли его вьюлы Подкопали там Фессура мимо Но это все не важно Билл был приговорен Возвращается обратно Элитан БКБ у него нет Такой суицид идет от Элитана Покидал немного своих тиммейтов Через 40 секунд Только рестница Компасы разносят на части Но здесь Вирту Спро уже Я думаю сейчас ГГ напишет Они по-моему Прям сами Посыпались Да, сами хотят закончить Потому что если бы Элитан Не пошел драться То он мог элементарно Еще просто Хотя бы на Т3 подэпить Он решил вместе с тиммейтами Посидеть в таверне Огар Клаб с Тэши У Кунки Опять же Это мог бы быть Байбэк вместе с Ну сейчас Бристалл Смотри воскрешается Лично так мог В принципе не отдаваться У него бы было Сейчас без жизни Плюс если бы Огар Клаб Кунка не купил То он бы байкбэкнулся И Ну Бойб было бы ЗТ 50 субей не Реально Так можно было бы поступить Году не дали Ничего сделать Ну по сути И не мог тут Ничего сделать Зайти очень тяжело Вырывается Нави вперед Причем Весьма Уверенно Уже 15 тысяч Золота здесь И XP Практически По двадцатку Вот Чуть-чуть все таки Не хватает Виртуз Прот Чтобы обыграть Нави Чуть-чуть Не хватает Сейчас найду Дензи Солер Крест Кейчер Курдж Вообще больно Глимер Кейв дали Ну Слишком Поздно поставили Эту Сентрю За время телепорта Вполне Виртуз Прот Смогли бы этого Шэдоу Финда Убить Но Из-за того Что там Глимер дали Тиммейты Шэдоу Финд Получил там Несколько десятков Секунд Дополнительно Виртуз Прот Принемает покупку Опять агрессивно Забрать Рошана В тот момент Пока здесь нету Дензи Кот терпит сейчас От своих собственных Иллюзий От Бристлбека Блэкенбар Кот прожимал Уже Вызывает новых Фамильеров Лил Пытается запугусить Рошана Подсовывает Кристон Бонж Настакивает Ой какой Влетом Команду Нами Раскастовываются СФ Шейкер Сэнд Кинг Минус Бристлбек Минус Лил Минус Шэдоу Демон В общем тут Всех поубивали Иллюзий Старается Хоть как-то Отыгрываться Да и потеряли Всего-навсего Одного Шейкера То есть Потери Крайне Маленькие Иллюзий Иллюзий Тут тоже Разваливают И попыточка Вот это Убить Рошана Провалилась Полностью С треском И теперь Рошана Забирают Сами Нави Ну устали Вот поэтому Я и говорю Поэтому Ну это Это не дота Это уже не дота Это уже вообще Какая-то Порнуха Но Нави Оказались Так сказать Более Живучими Более Выносливыми И они Могут играть Виртус Про Как мы видим Уже Проседают Немножечко Ну потому что Это уже не та игра Ну то есть Если до этого Виртус Про Какими-то Неадекватными Пиками Ну своими Стратегиями Просто Показывали Огого Какую доту Вторая карта Была тоже Очень жесткая Но вот Третья карта Это уже Какой-то Пенетрейшн Ну тут Сент Кинг Вообще Транквилы ворует О чем речь Да То есть Уже Как бы Какие-то Непонятные Непонятное Воровство Транквил Плюс Даже Черт с ними С транквилами Вообще В целом Вся игра Складывается Как-то Непонятно Какие-то Фейлы Какие-то Неадекватные Файты И 20 тысяч Нетворса Там на Тридцать третьей Минуте 25 тысяч Экспы Вот этот Момент Где Веледан Просто пошел Отдался Мне кажется Он просто Уже Вырубается Такое Что-то Засыпает Потом Просыпается Ой А что я тут Делаю Умер Ну ладно Дальше Спать Пока Воскрешается Ну уже Ребята Особо Себе Не отдают Отсчета Чего Делают Просто Бегают По Фанчику И Веселятся Так Азиатин Сместовывает Утимейт Ну вот Шадоу Демон Умер Ну конечно Там Вроде Потратили Реквием Ну не жалко Да Легкий И быстрый Фраг Для Нави Почему Бы и Нет Хорошая Возможность Пройтись По топу Забрать Бараки Там К тому же У Геррокоптера Есть Погоди Там У кого Была Егиста Вообще У Шидуфин Да В итоге Егит Да Ну Геррокоптер Тоже Живуч Есть Висп Который Оверчарджем Подлечит Сейчас У команды Виртус Проб Банально Не хватит Урона Чтобы Поубивать Соперника Солар Крест Можно Не только На оппонентов Вешать Еще и На Тиммейтов И так Скорее Будет Поступать У нас Лил Потому Что Лишвак Иначе Будет Очень Быстро Умирать Подкапывать Сандкин Отличная Прокапка Ничего Не Сделать Это Как бы Кворк Персонажи Которые Были Разорваны За Секунду Тут Уже Виртус Спро Конечно Могут Слух Угодно Даггера На Сандкин Вот Насколько Согласись Удобно Играть Имея Подобных Персонажей В пике У тебя Сандкин С даггером У тебя Шейкер С даггером Ты вообще Делаешь Что хочешь В драке Хочешь Влетаешь Хочешь Контру Инициируешь Мне нравится Эти герои Они же всегда Могут Ворваться Чисто Для того Что В засейвить То есть Если Ты видишь Что там Все Плохо Будучи Шейкером Ты можешь Просто Ворваться Перекрыть Как-то Фиссуры Пожертвовать Собой Но Зато Спасти Своего Кор Персонажа Ну а Для инициации Тут конечно Прям вообще Все шикарно Ну блин Могли бы мы Разводить Какую-то Аналитику Мол Какие Нави Молодцы Где там Виртус Про Накосячили Но они тоже Молодцы Безусловно Обе команды Показали нам Сегодня Шикарнейшие Две карты Но третья карта Ну это просто Полный отстой Это не дота Люди уже Хотят спать Просто Нави Оказались Более Выносливыми Они завтра Будут играть В гранд финале Одну Серию Бо 5 А Виртус Про Субтитры Субтитры сделал DimaTorzok